Готовим котлетки, друзья. Диетические из грудки индейки. Приготовим фарш. Добавим соль, перец и два кусочка булки. Или белого хлеба, как говорят в других местах. Лук надо обязательно пожарить, чтобы смягчить вкус. Возьмём одну луковицу на 700 грамм фарша. Больше никаких специй добавлять не будем. И зелени тоже. У нас же диетические котлеты. Но зато добавим сливки. И сделаем наш фарш чуть-чуть пожирнее, поскольку он у нас очень-очень постный. На 700 грамм фарша мы возьмём 100 грамм сливок. Но можно и больше. А фарш может быть даже слегка жидкий. И очень тщательно вымесим наш фарш рукой, но можно и вилкой. Вот столько сливок у нас в фарше. Начинаем жарить. Набираем в ложку фарш и выкладываем на сковородку. Этому способу меня научила моя дочурка. И так мы выложим в полную сковородку вот таких вот котлеток. Они будут слегка лохматенькие. У них в разные стороны торчит лук. Но на вкус это нисколько не влияет. Это тому, кто не любит возиться. Ещё раз размешаем фарш. И второй вариант у нас будет для тех, кто любит возиться и не любит лохматых котлет. Дожариваем наших лохматушек. На вкус, конечно, это не влияет. Поэтому, кто не хочет, пожалуйста, есть такой вариант. Котлетки очень маленькие. И жарили мы их очень недолго. Минуты 4-5. И они готовы. И мы выкладываем их на тарелку. Смотрятся они вполне неплохо. Хотя и можно их назвать ленивыми котлетами. Такие котлетки очень любят детки. Я имею в виду не форму, а содержание. А вторую партию мы потрудимся и сделаем вот так. Как привыкли, без оптимизации процесса. По старинке. Так нам как-то спад ручки. И быстрее получается перевернуть. И на всех бачочках пожарить. И, в общем, чудесненько. А зачем я бачки обжариваю? А затем, чтобы сок не вытекал. А запечатался внутри котлетки. Чтобы они у нас были сочные, нежные, мягенькие. Чтобы их могли есть те, кто на диете. Пожилые и детки. И эти котлетки у нас покрупнее. И поэтому мы их жарим подольше. Минут 6-7. Пока котлетки жарятся, я вам расскажу, что нужно будет сделать после того, как мы выключим огонь под сковородкой. Вы видите, сколько сока все-таки выпустили наши котлетки? Очень много. Но мы его сбережем. Спросите, как? Да очень просто. Заканчиваем жарить котлеты. Теперь выключим газ. И оставим котлеты на плите. Они постоят. И через некоторое время впитают весь этот сок, который сейчас на сковородке. А соку здесь много. Посмотрите, сколько. Вот. Весь этот сок они впитают в себя обратно. Останется только масло. Итак, оставляем котлеты на сковородке. И приходим через минут 20. Вот сколько здесь сока. И вот через 20 минут. Видите, сока нет. Осталось только масло. Весь сок котлеты впитали обратно в себя. Всего вам доброго. До новых встреч.